всем привет сейчас малек себя приукрашу сделаю снежинку но мне сегодня новый год хочу пригласить вас на прямой эфир с очень интересным человеком с моим преподавателем так сейчас я подключу диану и предполагаю вас будет сейчас много вопросов чему же я учусь так но диана сейчас сама обо всем расскажет я надеюсь только вы ее подключить потому что в последнее время привет 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 ты там голодная все хорошо великолепно слышно и видно тоже хорошо в этот раз всем привет рада видеть я тут начала немножко рассказывать и запустила интригу правда наверно мало кто успел услышать потому что люди только сейчас начали присоединяться вот но я не стала раскрывать все карты и рассказывать чему же ты учишь диана почему как мы с тобой вообще познакомились это был предмет нашего знакомства именно обучение которое очень важно я так думаю после нашего прямого эфира очень многие задумаются о том что им тоже просто необходимо такое же обучение и я прямо настоятельно слушать я там ничего от снежинок голова не кружится и свербит мы-то радуемся снегу у нас снега не было на спальне снега нет и не выйдет никогда слушай а вот это уже вопрос сейчас мы вернемся к этому моменту и поищем у вас снега я так думаю ну что давайте я тогда представлюсь быстренько каратеечка меня зовут диана да я педагог профессиональный мало того что я педагог по призванию я педагог и по образованию и в инстаграме я преподаю смм как сейчас принято это называть в общем маркетинг в социальных сетях курс у меня рассчитан на год этим я отличаюсь этим я так скажем беру на живца только тех людей которые понимают ценность этого продукта поэтому именно таким образом мы и познакомились с Катей она учится у меня я учусь у нее я вообще всех студентов учусь вот и я рада что вот так сошли звезды что мало того что Катя учится на курсе еще и получилось так что она проводит вот такие крутые совместные эфиры и конечно же как только поступило предложение я сразу же согласилась и вот сейчас как я здесь в этой студии но ведь не просто так что послужило нашим информационным поводом вопрос я так думаю но мои читатели и слушатели вот не все знают вот допустим к нам сейчас елена присоединилась и наверное елена не знает где же ты живешь и почему мне захотелось именно в этом ключе с тобой поговорить потому что я думаю про предмет его обучения можно говорить долго и это надо наверное верно и даже не одну отдельную встречу организовывать это точно это точно я живу уже три года причем живу я не одна всей семьей три года мы живем в Турции вообще вот мы жили в Малании кто знает а сейчас уже два года мы живем в Анталии а кто Средиземное море вопрос а почему выбор пал именно на Турцию ну ты знаешь вообще если рассказывать откуда растут ноги то все с одной стороны банально просто в одно определенное время когда мы жили еще в Беларуси стал вопрос о переезде даже не то что о переезде а о том что нам нужно снимать жилье что у нас нету своего жилья и его надо снимать и это стало как бы постоянной статьей расхода и мы начали искать и конечно же сначала мы искали в том городе где мы как бы жили и все как обычно а потом я подумала что почему бы не посмотреть жилье арендное если все равно это как бы заложено в семейный печат почему бы не посмотреть где-нибудь на море потому что мы не привязаны по сути к месту жительства мы все работаем онлайн вот и я сначала метнулась на есть потом мы выбрали все-таки становились на Сочи потому что все-таки так скажем подвигать зону комфорта не хотелось очень резко да поэтому мы думаем ну там все русские говорят по-русски все хорошо не так страшно и мы полгода мы полгода прожили в Сочи но опять-таки это будет такой вопрос отвечу на него так скажем заранее почему именно Турция потом я не скажу что это было намеренно мы искали дальше потому что мы поняли что если стоимость квартир примерно везде одинаковая то нужно искать то место они себя будут все устраивать то есть зачем с чем-то мириться и в Сочи мы поняли что нам тоже не нравится и в отличие если от Беларуси нам в Беларуси не нравилась зима вот эта стрякачь у нас очень ветрено зимой лето практически нету красот тоже вот там в Беларуси не окай до этих синих окай извините их пока найдешь да а вот в поле зрения у тебя там колхотное поле там многоэтажки и все и поэтому конечно в этом плане Сочи это уже было красота да горы море черное но нам не нравилось отношение жителей да то есть если так кратко то действительно Сочи отличается таким как сказать норовом да то есть они вот прямо официально называют например туристов бездыхи что для меня определенно даже само слово ну как бы не гостить вызывает и я всегда возмущалась в каком плане по сути я вам плачу то есть вы живете за свой счет за мой счет они ничего не выращивают потому что видите ли на горах выращивать невозможно там еще что то то есть по сути они перепродают те же там турецкие продукты еще какие то но тем не менее они еще в спину тебе кричат вздых что ты тут встал за тенек под солнцем надо платить и так далее и тому подобное и в итоге мы сходим к выводу что а зачем давай сейчас искать еще что то и там уже вопрос стоял выбора из какого по каким критериям мы смотрели куда можно хотя бы на какой-то период поехать без визова да чтобы не заморачиваться вот и смотрели все таки не так далеко чтобы можно было сесть на самолет и в любой момент вернуться да то есть это не Таиланд да где ты все таки а вот где-то в принципе достаточно близко 4 часа и ты в Москве вот и мы рассматривали северный Кипр мы рассматривали Грузию мы рассматривали Турцию а там уже как карта легла то есть мы просто писали хозяеву и согласился хозяев который жил в Алании он согласился за ту же цену что мы снимали в Сочи но в отличие от Сочи где стояла просто одна многоэтажка мы в Аланию приехали в комплекс где сауна хроман тренажерный зал кинотеатр площадка кафе своя этот мост на море а на море свой там значит этот ну как тоже вот лежаки все пирс пляж да да то есть мы за те же деньги получили сервис просто на высшем уровне вот пятизвездочный отель отдыхали вот и все и конечно же мы сразу чемодан успокоились а тут уже так получилось что в Алании мы прожили год нас устраивало все кроме того что это все таки маленький город это скорее вот уже когда ты на пенсии ну или по крайней мере когда ты любишь размеренный клад жизни я не такая я люблю активность тем более у меня ребенок которому хочется там и театр и балет там и океанариум и зоопарк ну то есть какую-то все-таки жизнь и конечно же это уже Анталия и сейчас на данный день меня устраивает абсолютно все пока мы не собираемся никуда переезжать но как говорится не знаешь да что случится завтра ну на данный момент вот дела стоят так что вот так банально просто с одной стороны а с другой стороны вот так интересно получилось сразу тогда такой вопрос вот смотри если рассматривать как страну ПМЖ вообще возникают вопросы покупки жилья какие я не про вас конкретно вообще вот как цены на жилье доступны это или нет системы кредита кредитования налогообложения тут наверное очень доступно и мы даже думаем купить жилье но еще хотим знаешь как вот все таки чтобы это было сто процентов чтобы не было никаких колебаний поэтому мы пока планируем но в любом случае здесь даже можно купить квартиру не в комплексе то есть нужно отличать что здесь большинство людей живет в комплексах вот как я перечисляла там конечно цены начинаются там от 80 тысяч долларов за квартиру и выше если мы говорим про отдельно стоящий обычный дом такой же обычный дом как в любом городе России как Белоруссия да абсолютно вот один в один такую квартиру можно купить с рук ну то есть это уже будет выуживание да то есть от 20 тысяч ну это копейки понимаешь то есть от 20 тысяч ты можешь купить квартиру причем здесь в принципе идут очень хорошо навстречу то есть оформляют вот этот типа ипотека но она конечно не ипотека а скорее вот просто ты закладываешь это жилье которое ты по сути и покупаешь и мы даже высчитывали что ты можешь на такое жилье подписаться в размере арендной платы то есть ты как бы там 4 года будешь по сути выплачивать аренду но жить уже в свое своей квартире да и через 4 года она просто станет своей вот поэтому условия здесь шоколадные почему очень много русских здесь действительно покупают жилье и живут постоянно ну здесь действительно как бы распространена такая практика для ехать в таких квартирах как же заманчиво боже я кажется столько не знала при том что столько раз летала в Турцию могла бы уже жить как раз у меня троюродная сестра там недвижимостью занимается вот мне тоже попить захотелось да я тоже аж разволновалась на самом деле потому что на самом деле я никогда Турцию не рассматривала как страну проживания ну потому что много тоже раз была в разных и в Стамбуле и на побережье но вот мы когда в том или позапрошлом году съездили в сейчас не кемер господи мармарис мармарис и мы покорены были Турции вновь вернулась моя любовь к Турции потому что это была довольно таки цивилизованная область прямо европейский город то есть ничто не напоминало никаких там поселений в которых мы жили до этого ну допустим под Аланей под Анталией есть вот эти отели они же где-то в стране от больших городов находятся и вот чтобы попасть это какие-то обычно деревушечки такие а тут это был красивый город с шикарным променадом мы прямо наслаждались отдыхом тут тебе Греция через час на пароме была ходят паромы ходят автобусы водные так и называются есть такое слушай а еще такой вопрос по поводу адаптации все таки ты говоришь три года как-то легко наверное сразу адаптировались мое предположение ты знаешь здесь я абсолютно убеждена вот прям сто процентов что это зависит от человека мы все разные по складу нашего характера у нашей там психосоматики той же да и здесь еще очень большой вопрос влияет как ты переезжаешь мы переезжали всей семьей и мы переезжали по сути ну как бы у нас не было такого что мы там что-то оставляем у меня всю жизнь я жила по сути ну как бы на много стран у меня папа из Польши у меня есть родственники в Польше у меня мама из России у меня родственники в России они соединились в итоге в Беларуси у меня родственники в Белоруссии. Сейчас у меня там мама в Москве, бабушка и дедушка в Саратове, там по-прежнему родственники в Польше, в Белоруссии везде. И поэтому для меня вот такая жизнь, когда ты не привязан вот прям к ламам, живешь в одном месте, да, вот всю жизнь, вы друг друга знаете, там через дорогу друг к другу ходите, то есть по сути для меня ничего не изменилось, просто расстояние стало чуть больше, вот, ну между как бы родными. Как мы ездили раз в год, да, там к маме вот в Москву, так я и езжу раз в год. И поэтому, и плюс, как я говорю, мы переехали всей семьей, то есть у меня был муж, у меня ребенок, у меня по сути все хорошо, у меня есть с кем общаться. И то, у нас адаптация была наверное, вообще кризис у нас был в день приезда, это было очень страшно, хотя мы полгода жили в Сочи, вот кажется, какая разница, вот ты живешь в Сочи, вот ты переехал просто через год, как мы говорим. Это было страшно, вот эти сутки были очень страшные, то есть мы я и муж, мы находились в таком состоянии депрессии, причем очень глубокой. Но очень быстро все пошло на поправку, когда мы поняли, что безопасно. То есть все понимают английский, все как всегда, вот магазин, вот карточки кредитные кто-то платил, купил. То есть как только мы поняли, что все хорошо, ты как бы не брошен на произвол судьбы, все стало на свои места, и уже через месяц мы кайфовали от того, чтобы быть здесь и дом. Но, когда люди приезжают в одиночку, когда люди не знают языка, когда люди, по сути, ныряют. Вот как ты говоришь, да, одно дело, когда ты живешь в Алании, в Анталии, где знают практически все английские. Ты можешь получить и помощь, и в магазине ты можешь английским общаться. А представьте, люди переезжают в какую-то деревню, в школу или еще куда-то, и там все на турецком. Понятное дело, что не избежать, по крайней мере, а как максимум даже какой-то действительно жилой задержанной декрессией. И мы недавно ехали в один отель там на представлении женщины, она тоже живет или три, или даже больше лет. Она говорит, ну я вот до сих пор адаптируюсь. Я понимаю, что у меня это уже давно забытая история, а человек до сих пор адаптируется. То есть это все неизвестно, да, то есть тут уже все зависит от человека. Слушай, вернусь еще к тому разговору, ты говоришь, мама, в Москве, москвичи на дачу в пробках гораздо больше тратят времени, чтобы добраться, чем ты можешь на самолете 3-4 часа до мамы долететь. Это утрировано, конечно, но... Так, здесь даже есть такая шутка, что здесь у многих москвичей здесь дача. То есть они как бы не в машине там где-то едут, а они на самолете едут сюда на дачу. То есть даже вот существует такое вот, как бы, типа у меня тут дача. Логично. С такими ценами дешевле купить дачу в Турции, на самом деле. Конечно, конечно. То есть зимой, например, той зимой, это и не буду брать, можно это все посмотреть сейчас онлайн, той зимой билеты на Победу туда и обратно на одного человека стоили 5 тысяч. 5 тысяч российских рублей. Что это такое? Это действительно как съездить на дачу, понимаешь? Даже на поезде дороже будешь ехать вот тут, вот в Питер. Да, конечно. Да, конечно. Конечно, если вы покупаете в Турции, конечно, там цены могут быть дооблачные. Но вот вне сезона победой, особенно если он не из самой Анталии, а из Алании, да, то есть вот соседний аэропорт, это может быть очень дешево и очень комфортно. Надо рыбные места знать просто, где билеты брать, из какого аэропорта. Вот предлагают, тут уже все дачи покупаем. Будем тусить вместе, да, устроим этот, будем ретриты делать. Все, кто учится на курсе, будем приезжать, один этот, все сбросимся, купим здесь дачу и будем ездить все студенты сюда на отдых. А это идея, да. Да, мотаем на ус. Ну да, слушай, а мы с тобой, видишь, я шпаргалку тут все поправляю, а я даже еще ни разу не посмотрела, ты так завлекла своим рассказом, что я вообще забыла про свои вопросы, про все. Ничего, ничего. Даже не знаю, с чего начать, ты сегодня там махала какой-то открыточкой. А, да, 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 конечно, тем, кто посмотрит эфир сейчас онлайн, потому что в записи, к сожалению, уже смотреть там можно и нужно, и мы даже будем очень рады, если вы в записи будете эфир смотреть. Но тем, кто сейчас смотрит эфир, будет в каверзной вопросе, кто правильно на него первый ответит, мы увидим этот ответ первым, получит вот такую заряженную деревнюю солнышку открытку. А здесь изображена как раз таки Анталия, вот это старый город, еще который был древний Рим, древнюю Грецию, в общем, вот в это время. Вот остатки этого города и с пальмами, с голубым небом, кстати, в Турции действительно очень часто такое прям голубое-голубое небо, вот получит такое открыточку. Вопрос будем сейчас задавать или попозже? А, попозже, наверное, чуть-чуть. Я не знаю, конечно, может не все об этом услышат, потому что люди... Но будем периодически никак. Ну, когда зададим вопрос, мы напомним, что это вопрос с последствиями, с хорошими. Кто хочет кусочек турецкого неба? Никто бы не отказался, потому что в Москве такая серость. Но ничего, мы вот имеем возможность смотреть прямые трансляции. Хочу, кстати, отметить, кто только присоединился, если вы не смотрели эфир Дианы, который был в 12, вы еще успеете посмотреть. Я бы даже рекомендовала сначала тот эфир посмотреть, пока он в записи, а потом уже на наш переключаться. Там было поднято столько интересных вопросов, после чего я тут забегала. Ланью вообще-то сегодня задумалась о многом. Сделала уже выводы. Да, эфир был про страхи. Я тоже в свой блог часто приглашаю гостей. И что самое приятное, часто гости в моей, так скажем, уже студии, в моем блоге, это мои студенты. Я всегда говорю, что я неимоверно счастлива, что мы притягиваемся. То есть притягиваются, естественно, нереально крутые люди, крутые профессионалы. И вот сегодня тоже в эфире была моя студентка, но в основной, так скажем, своей сущности она нереально крутой психолог, член Ассоциации Европейской, транзактного анализа, в общем, мы говорили про страхи. А я всегда за что? За то, что работает только система. И мало прочитать, сколько хэштегов, еще чего-то. Нужно знать вообще, как этот механизм крутится. И в том числе, например, с точки зрения психологии. То есть если у вас есть какие-то страхи, они мешают вам точно так же продвигать ваш блог. Так что у кого есть страхи, пожалуйста, эфир записи на моей страничке. Приходите, смотрите, кому интересно развитие блога. Ну что, давай, мучай меня вопросами. Нет, подожди, я еще хочу сразу призвать, чтобы все сразу же и подписались на тебя. Это раз. А во-вторых, про страхи-то они есть у всех, просто однород. Как говорят, есть люди здоровые? Нет. Просто недообследованные. Так и тут же. Я так думаю, со страхами тоже мы все на самом деле в обнимочках сидим. Просто не знаем порой даже, что это был страх. 100%. Поэтому всем рекомендую, посмотрите. Это уже потребность на самом деле. Да. Но вот это даже в наших интересах знать это. Потому что много сегодня инсайтов пришло благодаря вам. Так что спасибо. Хочу поблагодарить. Так, но вернемся к нашей Турции. На самом деле, хочу отметить такой факт, что я уже озвучила, что в Турции было 4 или 5 разов, разов-раз, сори, и каждый раз открываю что-то новое. Но сколько ни открывай, а ведь жизнь изнутри, она все равно другая и расставит все по своим местам. Добрый вечер, кто к нам присоединяется. Привет, привет. И узнать об этом можно только у тех людей, кто там пожил. И узнать структуру, культуру и вообще социум, манеру поведения местных жителей. И меня этот вопрос очень заинтересовал. Вот у меня есть несколько мифов, которые мне бы хотелось развеять. Да, и я надеюсь, ты мне поможешь в этом. Постараюсь. Кстати, вот первые два вопроса сразу такие, с которыми я столкнулась в Стамбуле. Первый из них. Очень много я видела парочек мужчин, которые могли пойти на улицу в обнимочку или под ручку, или просто стоять обниматься, или даже в щёчку целоваться. И я подозреваю, что они при этом нормальной ориентации. То есть не могут они все поголовно быть так дружелюбно настроены. Ну, я имею в виду не дружелюбно, скорее тут это уже более такой вопрос подняется, пикантный. Но, скорее всего, у них просто такие манеры общения развиты. Хочу воздействовать, это далеко не дружба. Потому что, действительно, у многих складывается впечатление, что Турция это мусульманская страна. Так-то оно так, но сам Ататюрк воролся за то, чтобы Турция стала светским государством. Отменили вот эти все официально, на официальном уровне хиджабы, да, вот это вот всё. И сейчас Эрдоган продолжает эту политику. И поэтому официально Турция это светское государство, не религиозное. И что самое интересное, в Стамбуле проходят гей-парады. В Анталье тоже полно вот этих миссий, да. Поэтому, как-то сказать, с одной стороны, действительно, да, например, у них принят тесный контакт. Они, например, когда здороваются, они там два раза типа целуются, обнимаются, там, если шарфово, они там ручку целуют. Вот, то есть тесный контакт у них, конечно, присутствует. Но, когда вот это мужчины, по моей личной практике, чаще всего это именно вот такая злобода нравов. То есть здесь действительно это есть. Поэтому, как бы, здесь я вас разочарую. К сожалению, это имеет место быть особенно вот в таких городах-мегаполисах, да. То есть если в деревнях, конечно, это страшно, это там стыдно, до сих пор, понятное дело. Но в каких-то вот больших городах это, как само собой, абсолютно спокойно они ходят. Причем в Анталии я неоднократно видела мужчин в мини-витках, на каблуках, накрашиваясь в колготке с сеточкой. Поэтому здесь можно встретить даже такое. Так я мужа не уговорю, Стамбул съездить. Он сейчас так смотрит и теперь скажет, что я не поеду. Нет, нет. Но здесь я хочу сказать, вот знаешь, мое наблюдение лично, когда я еще жила в Беларуси, у меня начался, у меня уже родилась дочка, и у меня начался вот прям психоз, образно говоря, когда я иду по улице, и из всех три, извините за выражение, выглядывают вот эти обнаженные там не ловиться, еще что-то, и они прямо вот со всех билбордов, извините, почти голые женщины, да, то есть реклама нижнего дня, и это повсеместно, я вот сейчас приехала из Москвы, ну как сейчас, в октябре, то же самое, то есть там принято на билбордах вот там выставлять грудь, еще что-то, здесь этого нет. То есть если говорить вообще вот как бы на чашу виток ставить, то здесь, конечно, мне намного спокойнее за психику моего ребенка. То есть если там он растет априори с рождения, понимание, что можно оголяться до неизвестных там подробностей, да, потому что это транслируется, это же запоминается на подсознательном уровне, то здесь такого нет, здесь нет этих билбордов, здесь нет этой рекламы, даже в Анталии вы это не встретите, только если зайдете уже в сам магазин, понятное дело, там будут какие-то ну, рекламы, но вот на счетах вы это никогда не увидите. И поэтому, грубо говоря, раз в месяц увидеть обнимающихся мужиков, мне не видит, для меня это не так стрессово, как, грубо говоря, постоянно ходить вот в этой напоминающейся атмосфере вот этого вот, не знаю, разврата для меня лично. Может, кому-то это приемлемо, тут откусок не спорят. Но меня устраивает здесь вот это, как бы, состояние деда. А вот, кстати, сразу вытекающий тогда вопрос, отношение к женщинам, просто столкнулась с этой ситуацией в Стамбуле. Точнее, я морально была готова к этой ситуации, потому что подружки бывало и просветили, говорят, там будешь купаться в волнах комплиментов, ла-ла-ла. Мы ездили давно еще с подругой еще до замужества, поэтому ну, интересно было, как это, что. Я морально приготовилась, думаю, окей, буду принимать с удовольствием, буду купаться. Где еще? В Москве такое, ну, не наслушаешься. Моя подруга впала в ступор. В общем, она сразу резко одичала. Она вот реально меня за руку схватила, и она говорит, слушай, я не могу, я не могу вот так ходить. Блин, как мне тяжело. Я говорю, слушай, расслабься, получай удовольствие, где-то еще такое получишь. Но были, кстати, ладно, это отдельная история, я не буду пока ее рассказывать, а то переключусь. У нас там все-таки были более такие поползновения в нашу сторону, серьезные. Все хорошо, что хорошо кончается. Но... Это да, это да. Да, вот в турецких песнях, на турецкой эстраде очень часто вот это включает такое причмокивание. и у Шаркана, по-моему, да, и... Таркана. Ой, Таркана, господи. Вот это... Оказывается, я узнала, что это все не просто так. И вот это причмокивание у мужчин вроде бы как там... Ну, мы с каким-то вожделением это все воспринимали, а на самом деле везде есть свой тайный смысл, что это все не просто так. Так, и вообще, как, кстати, внимание мужчины проявляют? Очень сильно. Ну, знаешь, конечно, проявляют. Восточные мужчины, они в приоре сами по себе, да, то есть у них кровь горячая, не зря их так называют. Но я для себя уже очень давно сделала один определенный вывод. Это, ну, как сказать, это манера, то есть это принято. Вот так же, как у них принято чмокать друг друга в щечки, целовать руки старшим, то есть, а также у них принято вот восхвалять там женщин. То есть это вот как молоко матери, образно говоря, впитано в культуру. И здесь всегда нужно понимать, как этот человек... Вот мы говорим, наши так не говорят, но наши же, если сказал, то это же лето бетонное. Здесь же это настолько... Он одной сказал, второй, пятый, десятый. В общем, он настолько на это все равно. То есть у них это вот как мы... Вот типа, как у нас эти экскурсы пикапа, и вот они там учат. Вот у них это само собой. То есть вот надо обязательно зайти с комплимента, надо обязательно там что-то. А суть-то одна. То есть то, что они хотят от женщины, оно очевидно. Да, там другого не дано. То есть не Достоевского вы будете читать. Там на другое намеки. Вот. Поэтому я эти комплименты уже очень давно вообще никак не воспринимаю, никак на них не реагирую. Вот. И вообще есть такое убеждение, особенно вот на туристической зоне, что такое здесь неинтересно идет исключительно к славянским женщинам. Потому что славянские женщины, не привыкшие к этому, они очень на это падают. И как бы здесь ни было ни прискорбно, не зря здесь Илья нарисательная Наташа. Вот абсолютно не зря. Я сама была очевидницей того, что действительно это не совсем правильно с нашей стороны, но, а с другой стороны, если ты ничего этого не получал, может, хочет. Почему нет? То есть тут уже опять-таки, как женщина хочет, так пускай будет. Поэтому это надо просто воспринимать как игру. Вот точно так же, как, например, вы на рынке торгуете, для них это игра, они прям хотят, чтобы с ними поторговались. Точно так же и здесь. Вот как бы хочешь поиграть в эти игры, играй. Не хочешь, как бы, не хочу, он не будет тебе приставать. Ну, то есть, если ты ему дашь отворот-новорот, поверьте, он не будет за вами волочиться, стоять под окном с розочкой, как наши. Вот наши наоборот. То есть ты ему будешь говорить, да, стань как меня. А он стоит, замерз, это у меня так в студенчестве был такой случай, стоять под окном орёт, что ты орёшь, уйди уже, что я сказал. И вот пример. Всех соседей разбудил. Если ты ему скажешь, не хочу, он скажет, ну, хорошо, я пойду другую найду. То есть у них с этим проблем нет, не переживайте. Не вы, так другая. Ну да, согласна, выбор большой. Так, слушай, у меня столько роится вопросов в голове. Ты сейчас рассказываешь, и я такая, так, сейчас я это спрошу, а потом я вспоминаю о другом у меня. Третий бы сказал, а, вот, проторговаться. Это прямо настолько в крови? Или, как правило, приходишь на рынок, тебе привыкают и уже сразу называют нормальную цену? Или всё-таки каждый день в бою? Ну смотри, у них вообще это как факт общения. Они очень общительные. Они будут сговаривать, они будут общаться. Поэтому сам торг, это скорее, вот опять-таки, как и у мужчин, это скорее выражение. То есть я хочу с тобой поговорить, ну а как мы на рынке поговорим? Ну давай торговаться. Вот. Поэтому можно сказать, что это в крови. Но это скорее в крови вот именно вот общения. То есть они не могут сказать, ты подошёл к ним, как у нас на рынке, полкило картошки. Спасибо. И пошёл. То есть они не понимают. И поэтому, конечно, полкило, а они, потому что вы разговаривали, я тебе в 10 раз дороже. Вот. То есть они любят общение. И, конечно, если ты с ними торгуешься, можешь даже не торговаться, но просто ты с ними общаешься, как-то там, приветливо, поздоровался, спросил, как дела. Вот. Здесь ещё, кстати говоря, я просто как культуролог, я обожала в своё время такую науку, как семиотика, которая разбирается в языке. Так вот, очень многое нам язык может рассказать о том, что происходит в том или ином обществе. Да, в той или иной языковой группе. Так вот, здесь очень круто это выражается вопросом, как дела. То есть вот у нас, как дела, и ты отвечаешь. То есть нам действительно важны вот сами слова. То есть что ты говоришь? Тебе плохо? Ну почему тебе плохо? Давай, выскажись хорошо. А расскажи, что хорошо. На свадьбе гулял. У нас как бы у них сам вопрос, как дела, ответ, как дела. Понимаете? То есть это говорит о том, что мне наплевать, как у тебя дела. Давай просто вот поприкидываемся фразочками. И поэтому у них даже нет такого, даже мувитон отвечает, что у тебя плохо. Надо сказать им, ты шикюридерим, все хорошо, спасибо. И поэтому очевидно, что они просто хотят общаться. Они просто хотят вот как бы... И поэтому, конечно, если ты с ними вот так вот ешь, ты все это соблюдаешь, вот эту игру. Причем у них это очень легко, это вот как алгоритм запоминать. Ты приходишь, говоришь, там, мэраба. Он тебе, мэраба. Насыл сын, это как дела? Он тебе, сын насыл сын, как дела? Ты говоришь, фиим, ты шикюридерим. Он тебе, типа, что там ты хочешь? Там, ты ему там морковки, хабуч, там, сколько он тебя спрашивает, да? Ты ему говоришь, там, стоп. То есть это заучивается буквально там за один день, потом ты это все каждый раз проигрываешь с ним по ролям. Вот как с тем. Мэраба, мэраба. Вот, но зато, когда он тебя уже запоминает, он тебя уже издалека машет и скидку тебе дают сразу. Просто тебе надо этот диалог проиграть и скидка твоя. Вот тут как раз спросили, знаешь ли ты язык, но мы еще вернемся к теме. На рынок мы еще вернемся. Все, вернемся на рынок. Язык я не знаю, потому что, повторюсь, мы переехали всей семьей, то есть я разговариваю с мужем. Мне не надо язык, как таковый плюс. Во всех каких-то государственных структурах, медицинских учреждений понимают английский, на котором я разговариваю. Но для какого-то обихода я все знаю. То есть вот эти алгоритмы, спросить там, сколько стоит, как проехать, там еще что-то. Я, конечно же, выучиваю. Вот, то есть это не составляет труда. И вообще, ну, у меня мысль, конечно, если мы будем здесь оставаться навсегда, да, конечно, у меня мысль пойти, выучить этот язык, потому что, ну, ты живешь в стране, ты должен только разговаривать на этом языке. Поэтому пока я знаю минимум, наверное, даже там не первый класс, но около того. А в дальнейшем, конечно, я планирую. Ну, окей, с языком понятно, хотя, я так поняла, там есть и казусы, смешные названия у них там. Да, вот, по-моему, про автобусную, что ли, остановку. Я вам расскажу. Я вам расскажу, значит, я иду в магазин, и, значит, едет мужчина на велосипеде, а я собираюсь переходить дорогу. И тут он мне начинает кричать. Я ваш, я ваш. Я ваш. И ваш. Я ваш. Медленький, ты мне сдался. Я на него смотрю, он мне, я ваш. А это оказывается, ну, типа, медленнее. Ну, типа, вот там, что-то такое. То есть он подумал, что я же ему тут вот конюса брошусь, и он мне орет, я ваш. А я думаю, ты мне сдался, я ваш. А ты еще быстрее начинаешь идти. Да, 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 типа такого, да. Поэтому, нет, конечно, есть такие смешные слова. Самое смешное, это, конечно, всех русских забавит это слово остановка, которое переводится дурак. Вот, поэтому это хохочет. Вот, стакан, бардак. Что ты тут бардак мне тут навел, да. Да, 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 поэтому есть много интересных слов, которые, ну, как бы, например, банк на нашем, ну, банк. Сбербанк, банк. А у них банка. Банка. Банк. Логично. Логично. Где ты деньги хранишь в банке? Ну, банка. Поэтому есть такие, конечно, казусы, которые как-то сразу умиляют там или веселяют, но это за счет, вот, опять-таки, просто таких похожих слов. Так мы знаем турецкий, оказывается. Ну, только опять сами не знали, что мы знаем. Да, да, да. Есть причем в турецком слова, которые пошли из русского языка. Потому что вы знаете, что было и много коин русско-турецких, и вообще тут и русские наложницы, это вообще история давняя. Начиная там с хюрем, султан и так далее. Например, такое слово, как самовар, да. То есть это скотно-русское слово, которое точно раскладывается на две части, и понятно, что это наше слово. У них точно так же, вот, есть вот этот там огромный такой бидон, этот называется самовер. Ну, не варкань, вер, но, понятное дело, что это наше слово. Ну, откуда у вас самовер? Ну, как бы, вот. Так что есть такие слова, которые действительно даже из русского языка. А кто у нас хитренький, да, называется? Все понятно. Слушай, ну, вот хитрость, как раз говорят, они на рынке, ну, они, наверное, в открытую обвесить не могут, но они навязывают. То есть ты просишь килограмм, там, персиков, они тебе два впендюривают. Есть такое? Или это так, чисто слухи? Ну, ты понимаешь, я с таким не сталкиваю. Я не знаю, или мне везет, или что. Я всегда думаю, что, конечно, как и везде, есть какой-то контингент, который, вот, они, знаете, у них вот есть вот русские такие дурачки. Что-то они на отдых приехали, деньгами ссорят. Конечно, их можно вот это все обдурить. С другой стороны, ну, если ты покупаешь килограмм, ну, на тебе два, иди сюда, и они тут стоят не так дорого. Здесь я всегда считаю, что, как бы, две стороны, ну, не то, что виноваты, но участвуют в этом все. То есть я, когда хожу, я выбираю, я смотрю, я там могу к дедушке подойти, который точно тут меня не обманет. Понятное дело, если идти где-то там молодежь, они все такие, то, понятное дело, и не будет на вас там надурить, и как это, и я обманываться рад. Так, поэтому здесь такое дело, то, что они хитрые, ну, наверное, да, есть инвеститорность вообще в менталитете. Есть, я не спорю. Но в то же время это очень хорошо уравнивается тем, что они очень настроены на взаимопомощь. Неоднократно я сталкивалась с личной ситуацией, когда, например, как пройти туда-то, он тебя возьмет за руку, проведет, если он не видит, что ты не понимаешь, куда идти, то есть он вроде себе объяснил там на своем наломаном, но видит, что ты не соображаешь, он тебя возьмет, потратит свое время. Или неоднократно были случаи в автобусе, кому-то становится плохо, двери закрываются, автобус херачит до первой инвестиции. У них совершенно другое настроение в обществе, почему нам здесь не понравилось. То есть на меня многие обижаются, что вот ты там Родину предала, еще что-то. Я считаю, что зачем мне как бы жить там, где мне некомфортно. Это раз, а во-вторых, зачем замалчивать то, что очевидно. И я здесь вижу вот такое отношение, да, когда скорая за километры великая, все раскупаются, все, потому что вот у них ощущение в голове вот такое происходит, завтра со мной может такое же происходить. У нас, вот я была в Москве, я не рассказываю какие-то сказки, я три месяца жила в Москве, я прекрасно вижу, скорая едет, никто не сдвинется, вот никто не сдвинется ни на миллиметр. Вот такое ощущение, что у нас наоборот, вот еще хуже сделать, вот как бы. И поэтому, ну как бы, у них даже если сказать, да, хитрость, ну так значит, ты сам дал себя обмануть. Я говорю, не знал язык, еще что-то, ну как бы, твои проблемы. А в принципе, они намного более доброжелательны и намного идут вот навстречу. Я прям задумалась, озадачилась вообще. Бывает, бывает такое. Ну окей, тогда сразу же вспомню, я давно помню, держу в голове твою дочку, и мне вот было интересно, как вообще у нее дела происходят в этой стране. С вами понятно, вы там между собой общаетесь, у вас все хорошо. А вот как у нее? Наверняка у нее есть дети, друзья, ну, из Турции. И как там в плане образования, как в плане там развивашечек всяких, цены на это все? Ну смотрите, во-первых, если говорить про официальное образование, то садики есть все платные. Школа бесплатная, садик платный, потому что большинство женщин официально не работает вообще, в жизни точно не работает, пока дети маленькие, до школы. Но есть частые детские сады, которых все априори платные. Государственные там один на весь город, и туда очереди там километровые. Но здесь очень большая русская община, причем мы жили и в Алайдии, и в Анталии, и я вот вижу в группах там на Фейсбуке, и есть в Монавраде, во всех крупных городах есть русская община. И всегда есть и развивашки, и какие-то там совместные встречи, и т.д. и т.п. Мало того, если вы говорите касательно новой дочки, то у нас в комплексе живет точно такая же семья, как мы, которые тоже переехали всем вместе. У них такого же возраста дочи, они просто спелись как ненормальные. Они, если друг друга видят, они уже с балкона, мы просто на втором этаже живем, а не напротив, там на нулевом. Вот. И она тогда выходит с Серафимой и видит эту девочку, она ей уже, ааа, Милана, я так соскучилась. Тут же вылетает она на улицу, бежит, и они целый день сидят, их просто не разнятят. Они настолько стружили, что просто их... Как сестры. Да, все хорошо. Что касается дальнейшего, то я априори как педагог, как человек с образованием, я уже давно решила, и здесь тоже у всех может быть свое мнение, я никому не навязываю свое, и не допускаю, чтобы мне навязывали свое. Я решила это уже давно, однозначно, причем это на семейном совете, так сказать, и причем Серафима в нем тоже принимала участие. Что у нас дочка будет учиться на онлайн-обучение, на дистанционном обучении. То есть она будет в Москве остановиться в онлайн-школу и будет учиться онлайн. Поэтому образование мы будем получать по интернету. А то, что здесь на любой детской площадке, уж тем более в туристический сезон полно русскоговорящих детей любого возраста, это как бы факт. Поэтому то, что у нее там нет друзей, это абсолютно ложь и как бы не провокация. Прекрасно. То есть вообще нету такой иллюзии, что ты живешь в другой стране. Тут и русский. Причем здесь вот если говорить про Анталию, здесь есть официальная русская школа. Причем у нее российского образца выдается диплом или как там есть, аттестат, аттестат, там учатся только русские дети. Здесь смешанные классы, когда есть турецкая, например, там наша школа или колледж, у них априори смешанный класс. И они очень быстро начинают корректировать. То есть выбор есть такой, хотите. То есть это я выбрала такой. Вы можете учиться в русской школе, вы можете учиться в турецкой, там, в смешанном классе, можете учиться только в турецком. Пожалуйста, выбирайте. Здесь для этого все условия. Так, мои опять вот как снежинки мысли крутятся, потому что я опять 10 вопросов одновременно думаю. Кстати, вернусь опять в магазин. У вас дешевые, я так слышала, фрукты, зато дорогие мясные продукты. Есть такое? Или так же, как и здесь, в Москве? Ну, фрукты и овощи, конечно, здесь очень дешевые. Это несомненно. Обычные вот такие овощи начинаются от 10 рублей. То есть обычная там картошка, морковка. Да, я думала, в лирах, что ли, 10, я не поверила. Нет, в России с лифт. Обычные вот эти пассеты, ты себе можешь пропитание, как говорится. Понятное дело, что если ты там что-то посерьезнее, извините. И то, ну, я не видела цен дороже, ну, наверное, 7 лир. То есть это где-то рублей 70-80. То есть, ну, это все доступно. Что касается мяса, то действительно существует такая легенда. Как по мне, это легенда. Почему? Мясо здесь стоит, конечно, если ты покупаешь овощи за 10 рублей, да, и, например, мясо стоит 300 рублей, то, конечно, разница большая. Ну, а в Москве цены на мясо не 300 рублей за килограмм. Да, конечно, конечно. Понимаете? А то, как я считаю, оно соизмеримо. То есть мясо стоит столько же, сколько оно стоит в России. Ну, пусть чуть дороже. Ну, во-первых, здесь нет свинины. Практически ее днем со днем не сищешь. А говядина и баранина, на приори, всегда стоят дороже. И в России точно так же, да. Вот. А курицы стоят доступно абсолютно. То есть там ножки, крылышки вам покупаешь там. Так же, как в Москве. В общем, я не вижу никакой разницы. Ну, наоборот, это в меньшую сторону. Потому что вот я могу с 500 рублями сходить с такой огромной сумкой на рынок и затарить ее полностью. Вот просто огромная такая сумка на колесах. Здесь все так ходят. Это такая традиция. Рынок раз в неделю. И все с этими сумками идут на этот рынок. Вот. И я могу их за 500 рублей затарить. Я была в Москве. И за 500 рублей схожу, куплю маленький пакетик, принесу, съем все за один раз. И все на этом. Поэтому цены здесь, конечно, очевидны. При том, что оно все экологически чистое. Потому что я слышала, что у них очень это развита, сельско-хозяйственная сфера. И вот все, мы все уже дачу покупаем. Знаешь, я что, я сижу, считаю, сколько мне надо денег. А, ты уже все, да? Шучу, конечно. Здесь вот что касается, это вот как я начала разговор про Сочи, да, где вот они, у нас горы, мы не можем выращивать. Я помню свое изумление, когда мы летели в Аквалане, мы уже как бы шли на посадку. Я вижу горы, заставленные теплицами. Они вот под таким углом стоят. И я думаю, нормально. То есть там у нас горы мы не выращиваем. Здесь такие же горы, но мы выращиваем. Вот и разница менталитетов. То есть здесь мы вас делаем. Даже каждый метр, не важно, он вот так или вот так. Нам надо вас делать. А так, видите ли, мы, у нас море есть. У нас тень платная от зонтика. Поэтому, да, это действительно так. И здесь, что очень хорошо, здесь всегда очень поддерживается. Вот политика низких цен на овощи, на фрукты. То, что сделано самим человеком. Давайте разыграем открытку, потому что остается 15 минут. Да, а то мы так и проболтаем. А то мы так и при эфира импортировать продукты. Конечно, сейчас буду заниматься этим. Ну, пока. Итак, напоминаем, что мы сейчас, я задам вопрос, кто первый ответит в комментариях, тому мы, значит, отправим открытку из Турции. Ну, я отправлю, но от нас двоих. В лице нас двоих. Вот. Итак, барабанная дробь. Будем вопрос задавать, да? Конечно. Итак, в Турции есть кошечки. Очень-очень интересные и, самое главное, необычные. Эта порода, мало того, что исконно турецкая, она, во-первых, не подлежит вывозу за рубеж, то есть ее нельзя вывезти, например, с собой в котомке в Россию, это запрещено законом. Вот. И главная особенность этих кошечек, котов, кошечек, что у них один глаз голубой, второй глаз зеленый. Одновременно. То есть вот, причем, пишите, кто уже догадался, что это за порода кошек, вот. А я расскажу еще такой случай, что я прихожу, и у них даже есть детские журналы, посвященные этой кошке. Ничего себе, такая честь. Есть мультик, ну, как бы про кошечку, не помню, как ее называют, ну, имя просто кошачьи какое-то, забыла. Вот. И, как бы, героиня этого мультика, вот эта кошка. И, то есть, это действительно у них такой, так скажем, культ этой кошки, то есть они действительно, не считается, что дома держать такую кошку, это вот великое счастье, как бы. Вот. И действительно она необычная. Чаще всего она чисто белого цвета, ну, то есть вся полностью белая. Но бывает там у нее хвост другого цвета, но редко. Не смотрела эфир сначала, ничего страшного. Вот я только что задала вопрос. Да. Вопрос на таком. Да, порода кошки, которая исконно турецкая, которая один глаз голубой, второй глаз зеленый. Вот что это за порода кошки. Пишем ответ и получаем открытку. А ты пока меня спрашивай дальше, потому что я просто вижу, мой коммент первый. Ответ какой? Что это за кошечка? Как ее называют? Что это за порода? Ну, да. Может быть, кто-то посмотрит, даже если в записи прямой эфир и напишет нам правильный ответ. Ну, как бы, да. Да, это... Чем принимать, да. Наверняка кто-то знает, да. Вот. Ну, кстати, у них еще, Турция известна тем, что у них культ кошек. Настолько, что это чуть ли не святое животное, оно единственное, кого можно было в мечеть позволяло. Да, да, да. Ну, я советую очень всем посмотреть фильм, который называется «Кеды». Это кошка по-турецки. Пишется латиницей «К-Е-Д-И». То есть «Е» как русская и как «И» с точкой, да, «Кеды». А этот фильм вот как раз-таки про турцию, про турецких кошек. Он настолько классный. Я его с таким упоением смотрела. Там рассказывается, вот почему они их так любят. Там рассказывается, почему им настолько вот все позволено. Вот у кого есть желание узнать ответ на этот вопрос, вот я советую вам ознакомиться с этим фильмом. Он абсолютно такой лайнтовый, то есть это не какой-то там документальный, где он такой взрослый, в Турции. Нет. Это настолько, ну вот художественное произведение, то есть я уверяю, вы получите эстетическое наслаждение от этого фильма. Так что советую вам посмотреть. Хорошо, что моя кошка не слышит. А то бы сейчас тут сцену ревности устраивала. Да, да, точно. Ну давай, здесь лежит еще, так что. Да, есть шанс, есть шанс выиграть, я думаю. Так что самые хитрые, если есть, могут и догадаться. Да, да, да. Вот. Ну что, есть у тебя еще вопросы ко мне или нету? Конечно, есть. У меня еще тут очень много вопросов, на самом деле. Так мы ждем породу от вас, мы породу не скажем. Это вопрос для того, чтобы выиграть открытку. Если сейчас вы нам не ответите, вопрос остается открытым. То открытку получу я. Да, то открытку получишь ты. Значит, будем ждать, когда на записи фира кто-то пришлет ответ, Катя мне передаст, и, значит, будем разбираться с этим человеком лично. Ну давай, еще один вопросик, ответим. Ладно. Оля, мы тебе как самому активному тоже какой-нибудь знак внимания придумаем. Давай я тебе открытку из Москвы пришлю. Тебя устроят такую? Напиши, если ты хочешь, то... Хочешь? У меня, кстати, наверняка из Турции тоже есть. уже давно бы там где-нибудь уже посмотрела. Нет, говорит, жестоко, ничего себе. По-моему, всегда приятно получать открытки. Ладно. Вот. Так, у меня еще очень много вопросов, я не знаю, какой самый-самый-самый у меня на очереди. Так. Ну, знаешь что? Я тогда хочу поспрашивать тебя про твой курс, потому что тут очень много моих подписчиков, которые послушают и посмотрят эфир, и я подозреваю, важнее было бы рассказать об этом, потому что про Турцию, если у нас останется время, мы еще поговорим. И я думаю, может, еще как-нибудь и отдельно еще поговорим, потому что я так подозреваю, мы реально очень мало вопросов обсудили. Конечно, только начали. Только вышли в кураж. Турция слишком велика и многогранна, поэтому про нее нужно много говорить, а ты одна со своим уникальным курсом. И на самом деле я тоже от себя хочу добавить, что я не стала бы своим подписчикам, читателям, никого так рьяно рекламировать. Да это я даже не скрою. Реклама, потому что я могу порекомендовать реально только то, что мне нравится. И я прошла у Дианы всего, не альбинос, Оля, думай дальше, я прошла у Дианы всего два месяца обучения, но за эти два месяца у меня уже в голове нету места, куда информацию складывать. Я понимаю, что еще 10 месяцев впереди, 10 месяцев за это время можно родить ребенка. Вот, и я так подозреваю, да, мы рожаем новые интересные проекты. Только не ребенок, а блог, да, а свой блог. И такой интересной подачи, это реально... Там всего три буквы. Так, ну, тут очевидно, даже те, кто не знает, уже придумают это порой. Ой, не могу, я так давно не смеялась, у меня с них уже щеки болят. У меня тоже как этот китайский полицейский сидит на тюрьме. Слата. По оплатами посмеялись. Нет, Оля, не као-бао. Там всего три буквы. В одном слове. Ладно, давайте про курсы. Давай про курсы. Начнем с грустной новости, да, как вот. Есть плохая новость, есть плохая новость, что на новый набор, который вот стартует в феврале, на курс мест нет, у меня свершился селдаут сегодня. Вот, следующий набор на курс только в апреле. Поэтому, кто хочет, бы на них все места заранее, так? Вот, но, тем не менее, что за курс? Курс длиной в год. Почему длиной в год? Потому что мы получаем профессию. Вот все, что бессистемно, все, что хаотично, как бы вам там не рассказывали, там, про хаот, или еще что-то. Если это все не компонент в одну систему, развивать этот блок просто бессмысленно. Это то же самое, что вы бы пошли там учиться на врачах, тут что-то у бабки посмотрели, как зелья варить, тут что-то у какой-нибудь там этой медицины альтернативной, тут еще у кого-то, и потом пытались бы это все соединить на одном пациенте и его вылечить. Но это нереально, да, то есть работает только система. Точно так же и в Инстаграм. Опять-таки, нельзя получить знания разрозненно по кусочкам у разных там специалистов и т.д. и т.п. Поэтому курс рассчитан на что вы получаете профессию. Но, как я всегда говорю, фишка заключается в чем? После получения этой профессии вам у тебя никто не будет... Можно секундочку, секунду? Все. Секунду. Я знаю, кто угадает эту кошку. Вот к нам Света присоединилась. Света. Повторяю вас. Ну, здрасте, пожалуйста, я тебя перебью, Диан. Свет, мы тут открытку разыгрываем. Я знаю, ты чемпион по получению открытик. Но только ты можешь угадать турецкую породу кошек, которая... Сейчас Диана еще пару слов про нее скажет. Как она правильно по-научному... Чем она знаменита? Что у нее один глаз там голубой, а другой... Да, один глаз зеленый. И это как бы достояние Турции, которое даже запрещено вывозить за границу. Ты так оглянулась? Типа никто не пасет по ФСБ. Кто тут собирается вывозить? Так, ну ладно. Я нет. Мы дадим время Свете подумать. Так, сразу. Курс, это расчета знаков. Вот, с разными глазами, да. Поэтому курс расчета знаков, кто хочет, тот может ввлиться в нашу такую вот команду осознанных людей, которые хотят получить именно профессию блогера, развивать свой блог, систематически, грамотно соединив в себе все компоненты. Не буду сейчас даваться, кто хочет, подписывайтесь на мою страничку, и как бы там я все это рассказываю. Но, так как я сказала, плохая новость, что sold out, продажи закрытые, теперь следующие только на апрель, но, тем не менее, в феврале у меня набирается интенсив, беру тоже только 10 человек, 5 дней мы будем как раз-таки заниматься самым главным, самым основным. Мы будем ставить цели на блог, нашу нишу, вот сейчас, причем, как мы сегодня с тобой, в личке переписывались. Все это будем делать с маркетингом, исследованием, а не просто так, да? То есть будем искать нишу, которая действительно нам принесет результат. Или из тех ниш, которые у вас есть, выбирать ту, которая действительно будет, ну, как бы, ваше основное. Обязательно после этого мы будем изучать свою аудиторию. Вижу, уже человек ответил. И это была не Светлана. Света, она просто набирала, понимаешь, буков больше. Да, 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 да. Вот, закончу тогда. Значит, мы будем еще изучать целевую аудиторию, составлять наше уникальное талантное предложение в отстройке от конкурентов и закрывать этот интенсив. Будет полное оформление нашей шапки профиля. А шапка профиля, кто учится, нас тут все знают, это не только наша латаргетом и единиц. Это все вплоть до первых трех-девяти постов. Поэтому вот, пожалуйста, на этот интенсив, который стартует 16 сентября, еще можно запускаться, хотя уже три места с десяти данных. Вот такие новости, вот такая самореклама благодаря Кате прозвучала в нашем эфире. Слушай, кто угадал? Объявляю результат. Так, угадали наши люди, но, да, я так подозреваю, все-таки у нас, честно, два победителя, поэтому я отправлю вторую открытку. Да, Света, да, у нас два победителя, поэтому вторая открытка с меня, может быть, даже из Турции я посмотрю у меня. Ладно. Ты же отказалась, Оля, от открытки, сказала, обидели, не хочу я из-за этой какой-то Москвы дурацкой никакой открытки. Ладно, ладно, я люблю открытки посылать, так что... В общем, напишешь мне, кто там победил, кому что слать. Хорошо, я рада, что, да, что мы котов мы добили все-таки. добили все-таки, да, порода называется ванн, действительно, эта кошка стоит разным цветом глаз. Да. Чаще всего белого цвета сама кошка. Слушай, у меня такое предложение по следам нашего прямого эфира, просьба, да, 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 могла бы ты в сторис вывесить правильное название фильма, чтобы мы его посмотрели? Хорошо. И фотографию кошечки я покажу своей, скажу, вот учись, киса, как турецкие кошки умеют за собой ухаживать. Один глаз голубой, другой. Такой. И я призываю, кто, я, прости, пожалуйста, перебивала, когда ты самое интересное рассказывала про интенсив. Я что-то так на котов этих переключилась, мне так хотелось победителя тоже успеть назвать. и я призываю всех, кто послушает этот эфир, пишите тогда либо мне в Директ, либо Диане свое желание, кто хочет, потому что я уверена на 200%. Вы не то, что пожалеете, вы потом побежите на все остальные интенсивы. Вот я вроде бы записалась на год, и у меня уже руки чешутся еще и на интенсив. Я честно, честно просто... Вроде бы на интенсивы, это факт. Я сама этому удивлена, но действительно студентам мало, они ходят еще на интенсивы, несмотря на то, что на курсе по 8 обязательных и переходим вне классных, все равно еще ходят на интенсивы. И единственное, что хочу дополнить, почему Катя не зря говорит «бедите», и не зря у меня продажи закрываются очень рано, потому что интенсивы повторяются раз в полгода, и это не шутки, как это, это не шутки мы ехали в машину, потому что действительно, кто не успел на контент-план, этот интенсив прошел в январе, писали мне очень много слезных писем, но, к сожалению, нет. Следующий интенсив по контент-плану только в июне, поэтому, если вам важно, а вот этот февральский интенсив, он действительно это основа основ, то есть мы начнем разбираться в самом важном, потому что даже тот же контент-план, а тем более дизайн вашей ленты, это все должно строиться, исходя из ваших целей, темы, ниши, ЦА, УТП. Поэтому, пожалуйста, кому это важно, кто хочет начать развивать свой блог вот так вот, с такого мощного интенсива, записывайте, которые 3 места из 10 уже заняли. Стоимость всего 1000 рублей за 5 дней, 5 вебинаров живых, общий чат, отдельный инсталендинг, где еще дополнительно 10, то есть 5 вебинаров и 10 уроков. Поэтому, пожалуйста, у кого есть улайн, записывайтесь. Отзывы у меня на страничке, так и называются отзывы, можете там посмотреть отзывы прошлых потоков, в 12 инстаместов хайлайт можете посмотреть отзыв моих студентов. Все доступно, ничего не скрываю, все есть. Ой, вот слушай, спасибо тебе большое за...